друзья вы когда-нибудь слышали кроме экобозор в пашкенте еще какой-нибудь скрытый рынок я например нет тут просто идеальный пол который блестит пол у нас цементный но он покрыт чем-то что придает блеск он супер гладкий что я обнаружила это у нас рынок 40 лет победы да ну конечно не так красочно и современно выглядит все как на и кого бар но тем не менее сам факт того что есть крытый рынок в котором очень комфортно прям из пекла зайти вот в такую прохладу это просто одно удовольствие на что еще мне понравилось да вот вот эти вот дорожки до широченные они конечно скрадывают очень много места но при лавке дали из чистого с дерева все да да довольно цивильно может быть как я поняла недавно открыт рынок был поэтому не так густо тут и с продавцами и покупателями катышево понятно там есть рынок но через дорогу у нас находится сам себе рынок продуктовый поэтому может быть здесь народу не так много но я благополучно до добралась до 40 лет победы короче так что с вами тоже обойдем посмотрим что же из себя представляет 40 лет победы но вот такой вот крытый рынок павильон довольно большой вот смотрите а он очень большой павильон сам по себе да он вообще по масштабам не почти что ну как вам сказать не в два раза меньше но скорее всего в полтора раза меньше именно вот продуктового павильона и кобаза но и продавцов из самого места них мест прилавков меньше но очень комфортно мне понравилось побольше побольше вот таких мест в принципе я рада итак я вышла на пекло как у нас впереди эстакадо и вот как выглядит сам рынок да ничего никакой вывески что это сам себе рынок нету да кроме вот гость мясо фрукты все такое да удивило меня это место в принципе очень понравилось очень понравилось качество вот выложены дорожки вот это вот асфальт супер классно мне понравилось ну что вам сказать пока что то что я вижу тоже очень аккуратный тихий райончик да это 40 лет победы ну ну так тоже такой супер квалитарский вот эти вот дома очень свежесохранившиеся смотрите плитка да вот это вот она почти что вечная так что пойдемте посмотрим что же из себя представляет этот район вот здесь вот поглубже если пойти в портал течь как я поняла деревьев больше но ладно да тузель называется тузель тузель второй массив да но я всегда думала что тузель это какой-то пригород ташкента да это не ташкент странно рушатся мои ассоциации почему-то тузель мне казался вот таким вот райончиком знаете который находится под ташкентом и он в основном как бы не частный сектор да или какое-то дачное место нет как-то может быть название этого места просто так взяли и назвали это место частичку этого райончика тузель но рушатся мои представления немножко да тут тоже никаким гламуром не пахнет гламур весь оказывается остался в других районах ну вот это вот конечно шедевр это просто абсолютная тень для хозяев вот один единственный представитель гламура вот еще один ну так вот здесь ситуация уже кажется меняется тут более интересно на мой взгляд вот в принципе вот смотрите даже тут даже садик такой супер супер старый я не знаю это это какие-то ранние семидесятые что-то такое да дома вот эти вот сами по себе до восьмидесятых на мой взгляд да потому что а плитка активно использовалась до восьмидесятых если постройки после восьмидесятых то они уже просто панели без плиточки ну вот здесь да люди более как-то совершенно другие ну тут совершенно другая атмосфера тут все знаете такое замерло в какой-то спячке все тут не знаю есть такое ощущение и на Кадышево и здесь что тут люди спячки им все пофиг и короче не знаю вот из-за того что тут они такие умеренные и неактивные тут ничего не портится все сохранилось в свежести ну крайне редко кто-то меняет что-то тут есть такое я не говорю что вот может быть из-за жары тут нету в обеденное время нет в других районах например тот же либо стену алгоритм сергей ли тот же каракаму лишь например даже в жаркое обеденное время есть какое-то движение да само ощущение того что тут как-то немножко жизнь больше кипит а вот здесь все такое умеренно спокойное все такое беззаботное скажем так в хорошем смысле этого слова потому что вот эта вот беззаботность не привело к а беззаботность беззаботность не привела к упадку да все это как бы относительно в относительной свежесть да да я в жизни не предполагала что а как бы наметив определенную цель я попаду совершенно другое место тузель тузель сам у меня всегда ассоциировалась я как вам уже говорила с чем-то пригородным но а это у нас оказывается райончик вернее квартал или район который находится так называемым 40 лет победы да ну довольно отдаленное место как вам сказать какой-то развитой инфраструктуры тут вообще не веет ну почему бы и нет почему бы для меня не узнать что это вот родители они знают что это место они говорили тузель тузель но у меня все время ассоциировалось что-то с какими-то там дачными поселками да странно как минимум так еще один момент на который нельзя не обратить внимание почему-то я тут часто слышу таджикскую речь да может быть это наши местные таджики тут их много как на дагестанском да вообще дагестанский а я вообще этот райончик там очень много этнических таджиков и переселенцев с таджикистана и местных таджиков но вот здесь я не знаю может быть кто-то из других областей сюда приехал потому что у нас персоязычный народ вернее население у нас составляет довольно большая процентность в Узбекистане когда я услышала что персоязычный у нас есть даже на харизме да в харизме на псковом регионе я была очень удивлена да у меня один знакомый туда поехал в командировку он строитель ну в строительном бизнесе ты когда-нибудь слышала что в харизме есть были какие-то там кишлаки или городки в которых живут таджики да я говорю нет никогда в жизни Манган Кашкадарья ну Самарканд Бухара само собой это я знаю даже там оказывается много таджиков так что здесь очень часто и я слышу таджикскую речь может быть такая особенность да например если казахов очень много например в той стране где я живу потому что там исторически вообще казахские поселения да вот это лабики леса все это Олтинтепа все это казахские поселения но они как-то даже между собой чаще всего разговаривают на узбекском да крайне редко слушаю но здесь случаи часто так такой момент я часто видела объявления о продаже разных дач которых говорилось о Тузейле вот сейчас я вот думаю тут сплошь и рядом вообще многоэтажки где же этот район с дачной находится да если это Тузель странно да ну такой райончик вроде тихий спокойный аккуратный но все равно что-то не то тут есть я никак не могу ловить этот момент не знаю ну какой-то немножко он отсталый для меня почему-то почему-то у меня такие ассоциации то что здесь просто тупо жизнь замерла не знаю у меня такие ассоциации такие ощущения да ну как же мне вам объяснить да вот это вот не знаю насколько это передастся на камеру но ощущение того что это такая крайняя периферия прям знаете так как супер крайне отдаленная точка Ташкента вот здесь есть какой-то дух деревенский не знаю то что здесь все замерло все такое тихо я не спорю что тут очень аккуратно вот этот вот эта вот часть очень аккуратная мусора такого нету люди не шумные дома сами по себе да они не такие прям обшарпанные все тут все это зависит от континента естественно значит люди тут нормальные живут ну не знаю у меня такое ощущение что я не в городе я где-то там знаете уж точно это не Ташкент но какой-то другой областной городок по моим ощущениям да а часто бывает так что я бываю иногда в некоторых местах да первый раз нет это не из того что я ездила в первый раз это вообще странное такое ощущение интересное здесь у нас начинается новый квартальчик с частным сектором да ну как вам сказать историю тут у нас продолжается но как я вижу тут довольно большие территории знаете почему да потому что райончик то у нас не особо популярный да тут не выгодно вернее не будут тут сюда стремиться толстосума чтобы ну вот сам дом смотреть какой огромный прям супер ну местные в основном да а вот в центральных районах или популярных даже там знаменитых махалях которые находятся на окраине которые и облибовали люди состоятельные там уже строят на маленьком кулачке земли домики вот такие масштабы уже сейчас не популярны в центре да вот смотрите свежепостроенный дом но он занимает просто суперогромные территории тем более по нынешним меркам да понравился мне частный сектор намного больше чем новый вот этот вот район с многоэтажками пойдемте посмотрим в более раннюю часть вернее старую да нихерей тут дома если честно прям знаете да вообще по правилам да по правилам по правилам урбанизации следует после урбанизации дезурбанизация люди состоятельные они начинают облюбовать облюбовывать если так обживать или как это можно сказать стремиться к центру города потом стремятся уже к окраине города ну вот смотрите тут как классно тут такой богатый райончик прям я бы я бы не сказала вот я слышала про ту зельню у меня все время ассоциировалось какой-то из честных таких с животным запахом места а здесь нет очень круто там дальше есть еще какой-то крутой дом со своим security как я поняла да пойдем сюда ну вот смотрите вот такой вот английский дворик я вам скажу вот здесь так вам сказать не такие масштабные дома но они построены на очень большую территорию очень аккуратная улица прям видно да что вот все со вкусом прям так понравилось вот удивление от архитектуры как на улице махаля ольчозор на сергелях такого нету да разнообразие чего-то там другого да вот исключение наверное вот это вот вот этот вот дом да сильно другой прям смотрите классный дом да ну сами убедите смотрите как я вам и говорила дома тут на больших территориях построены потому что скорее всего не такой уж он не популярный здесь вернее не будут строить пока что на двух или на полторы сотки дома да вот этот вот дом мне очень понравился но такое ощущение что он пустует да его наверное недавно скупили ремонтирует дом старый судя по воротам я люблю очень люблю деревянные ворота но они очень непрактичны вот такие большие дома уже никто не строит вот этот вот дом просто смотрите это вот дом внутри да и территория какая супер огромная ну наверное вот это вот и есть дачный поселок Кузель как я поняла тут бассейн купаются огромная территория у каждого дома очень большая территория здесь какие ворота вот на камеру к сожалению это не получается передать на самом деле это в жизни очень такие объемные постройки да берез тут разрослась смотрите какая высокая первый раз в жизни вижу в ташкенте тем более да в горах там можно встретить а в ташкенте такие высокие березы никогда не видела ну вот такой вот тупичок я пойду обратно так насчет архитектуры домов она относительно как вам сказать старая ну вот есть вот такие вот решения да ставлю вот такие вот солнце вот такие вот плоские в старом стиле дома я более чем увидела что они новые но почему-то и оказывается они любители у нас здесь еще делали правильно сделали наверное для того чтобы дерево росло прямо так вот да не скажу что прям так очень интересная архитектура были так было такое ложное ощущение того что тут круто но оказавшись так вот здесь вот дальше удивляет вот факт что на территории там территории очень большие тут у домов но архитектура это необычность не выделяется совершенно так ну как я поняла у нас это место бывшее поле да относительно новое вот пришла на следующую линейку ну как я увидела тут есть интересные дома ну как вам сказать очень удаленное место от тех мест где я живу я вообще в принципе не имела представления что в ташкенте есть такое место да и удивило меня то что вот здесь есть вот такой вот элитный райончик и как вам сказать архитектура вот вот и есть если это вот эти вот два дома если не исключение то в основном очень скромно да очень лаконично да огромный домина прям в три этажа очень скромно очень лаконично да в большинстве своем вот обратите внимание какие тут дома да вот эти вот вот особенно вот эти вот два дома и следующий да вот с этой каучуковой кровли и вот этот вот дом или может быть все это один дом да это один дом просто забор пока еще не завершили просто занимают огромную территорию да вот здесь уже архитектура намного более интересная да интересные домики я кстати таких домов нигде не видела да да вот это вот место мне понравилось очень понравилось такой элитный краемчик смотрите вот этот вот дом смотрите какой симпатичный да что находится у нас на возвышении за счет этого тут ветрено приятно тут находиться но у меня такие двоякие чувства по отношению к этому месту все равно все равно что-то есть какой-то момент который я никак не могу объяснить но такое умиротворение здесь есть но не в положительную сторону почему-то вот такой вот дом смотрите какой прям супер тихо и такое ощущение что это такое ты сейчас ходишь бродишь по заброшенному городку не знаю у меня такое ощущение есть единственное что у меня бесспорно понравилось это дома находятся вернее занимают большие территории мне это понравилось потому что уже как-то глаз устает вернее пугает сам по себе факт того что у нас понятие хоуле да внутреннего двора теряет свою актуальность а здесь у каждого дома есть приличная территория ну как вам сказать частный сектор тузель классный